Статистика заболеваний 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 по гриппу ИОРЗ на территории Красноярского края пока находится на неэпидемическом уровне. По итогам за третью неделю показатели заболеваемости гриппом ИОРЗ как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам не превышают соответствующие эпидемические пороги для данных возрастов. Такая же ситуация у нас и по городу Красноярску. Превышение мы наблюдали на третьей неделе в трех территориях Балахтинский район, Туруханский район и Ивенкинский муниципальный район. Тот объем препаратов, который обычно у нас находился в аптеке, его хватало на 2-3, а то и больше месяцев. Сейчас его хватает буквально 2-3 дня. В этот же дефицит вошла и оксалиновая мазь, которая буквально от 60 до 100 упаковок в день у нас уходит. И поэтому мы не успеваем просто пополнить наши запасы. Дорогостоящие препараты противовирусные, которые у нас мало пользовались спросом, и в наличии было, может быть, 2-3 стандарта, они, конечно, ушли буквально за один день. И спрос на них рос. Так как детям все равно не хватает витаминов, минеральных веществ в зимний, в осенний период, то есть фруктов мы в таких количествах не едим, опять-таки какие фрукты. Поэтому все равно я считаю, что надо употреблять и лук, и чеснок. Еще очень хорошо для профилактики это аромамасла, которые чайные, тот же чайного дерева, или пихтовое масло, которое богато теми же фитонцидами и обладает дезинфицирующим очень хорошим свойством. То есть я своим родителям рекомендую, и сейчас вот когда объявили о том, что будет карантин, наши детки будут вешать себе кулончики с аромамаслами, так как лук, чеснок, он раздражает слизистую, могут быть вызывать гастриты, а вот аромамасла очень хорошо.